Александр Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, здравствуйте, уважаемые жители Ставропольского края. Александр Сергеевич, первый вопрос мы задаем всем такой. Бюджет, который вынесен на публичное обсуждение, второй год мы его публично рассматриваем, обсуждаем. В Думе активная работа ведется, он в этом году впервые, наверное, за долгое время бездефицитный. И это здорово. Вторая хорошая новость от РИА-рейтинг о том, что наш регион по рейтингу региона вошел в 9 регионов, которые показывают рост макроэкономических показателей. Здорово. И, конечно же, хочется спросить, как это коснется каждого из нас, жителя Ставропольского края. Но можем ли мы сказать, что это прямо пропорционально зависит? И вот в ближайшие годы мы с вами, жители Ставропольского края, как минимум на 10% станет жить лучше. У нас, во-первых, 94 миллиарда доходов в Ставропольском крае, это 59 миллиардов налоговые поступления, около 60 миллиардов, и 35 это безвозмездные поступления из центра. То есть субсидии, дотации, субвенции. Это у нас получается где-то плюсом 9 миллиардов собственных доходов, нет, 9 миллиардов у нас получается плюсом дотации, субвенции. Это тоже очень неплохо, значит, Ставропольский край работает, и нам идет софинансирование и так далее, и так далее, и так далее. Ну, на самом деле, и 5 миллиардов, это у нас прирост собственных доходов, около 6 миллиардов рублей. 5 миллиардов 900 миллионов, там вот такие цифры, порядок цифр таких. Я сказал слово беспрецедентное, знаете, ну, наверное, публичные слушания у нас не пьет, не второй год у нас были публичные слушания, но сейчас благодаря инициативе губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, Думы Ставропольского края, депутатского корпуса, мы провели, опять же, беспрецедентные публичные слушания. Больше тысячи человек. Это в Доме культуры по улице Ленина, на которых я присутствовал, ввел эти слушания Белый Юрий Васильевич, он у нас представитель комитета по бюджетам и финансам Думы Ставропольского края. И параметры бюджета докладывала министр финансов Лариса Калинченко. Беспрецедентные почему? Количество, вы сказали, да? Присутствовали депутаты Думы Ставропольского края, практически все министры, зампредставительства правительства, присутствовали муниципальные депутаты, депутаты вновь образованных единых городских округов, присутствовали главы муниципальных образований, выступали, не поверите, даже присутствовали, вы же там были, простите меня за слово, не поверите, и пришли сами, я в это верю, студенты экономических и финансовых факультетов наших вузов, региональных и федеральных в том числе. Будущие финансисты, экономисты. Да, и я вот смотрел на их реакцию, конечно, были улыбочки, ухмылочки, ну молодые люди, понимаете. На самом деле многие очень серьезно и вдумчиво слушали. И Лариса Анатольевна, дать ей должное, она все параметры бюджета не превратила это в скучный какой-то доклад, которые, ну понятия, цифры, они понятны только узким специалистам. Она превратила это, показала все на картинке. Реализацию понятного того, что будет. Да, 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 чтобы поняли все, все поняли. Ну бюджет, вы правильно задали вопрос, ну бюджет Ставропольского края. Вот сейчас мы с вами опять будем про цифры говорить, но я основные параметры бюджета уже сказал, да, но народу Ставропольского края, конечно, интересно другое, не цифры, которые у нас вот эти все хорошие, положительные. А будем ли мы жить дальше лучше? Как это все отразится на качестве жизни, на платежеспособности населения? Сможем ли мы с вами отдыхать на нашей зарплате? Как у нас с вами, ну сможем ли мы учить, сможет ли образование у нас с вами, мы можем дать детям достойно, здравоохранение, чтобы мы могли лечиться? Я отвечу, что Ставропольский край, как и вся Российская Федерация, да, в последние годы, в последние годы попала в очень непростую ситуацию, всем нам известную, да, это международно, это наши коллеги, западные партнеры, как говорит наш президент, которые находятся, да, по ту сторону границы, в сторону Запада, опять же, партнеры наши, они поставили у нас те условия, когда мы теперь сами должны выживать. И у нас это, в принципе, неплохо получается, да, у нас развивается промышленность. Я опять на территории Ставропольского края, я не буду брать глобальную Российскую Федерацию. Ну, русский человек надо тряхнуть, наверное, да, хорошо? Да, 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 у нас развивается на территории Ставропольского края, смотрите, у нас тепличные комплексы, это сотни и сотни рабочих мест, это Новопавловск, Солнечногорск, это опять же, у нас губернатор, молодец, молодой, инициативный, мы как можем помогаем Дума Ставропольского края в рамках своих полномочий, естественно. Он затягивает сюда бизнес, затягивает сюда бизнес и серьезные деньги инвестиционные. А это же, опять же, почему я рассказываю про типы лица? У нас строится, мы выполняем все социальные вещи, да, как то строительство школ, тяжело бюджету. Строительство детских садов не хватает, и в Ставрополе не хватает там школ, не хватает, ну, повсюду. Но мы стараемся, выкручиваемся, простите за это слово, ну, делаем, выполняем это все. Строим физкультурно-оздоровительные комплексы, стадионы, да, построим, построим, да, на замечательном музее. Опять же, для нашей молодежи, вы знаете, какой вот интерактивный у нас с вами, да, музей истории России. Про сотни рабочих мест, да, вот немножечко я сбился. Это же что такое у нас с вами? Это, во-первых, налоги. Налоги у нас платит бизнес, у нас налоги НДФЛ, налог на доходы физических лиц. Это же все учитывается при формировании бюджета. И опять же, если мы инвестируем какие-то свои деньги здесь в производство, в растеневодство, в сельское хозяйство, куда хотите, куда скажете, да, это же у нас будут совокупные деньги приходить из Российской Федерации, из бюджета Российской Федерации. Вы же не даром сказали про рейтинг. Значит, мы активно развиваемся, это что люди поставили не просто так, в Конституции Российской Федерации. Есть хорошая статья, там где написано, что Россия это социальное государство, поэтому бюджет у нас социально ориентированный. Аж на 64 процента. Ну, я думаю, порядок там больше будет, до 70 процентов, и мы его четко, благодаря губернатору и правительству свое, простите, правительство Ставропольского края, и Думу как бы просит и ориентирует на это, чтобы мы четко исполняли обязательства перед народом. Мы четко исполняем, мы одни из лидеров майские указы президента Российской Федерации. Они очень непростые для региона, но это 1,8 миллиарда рублей, но они выполняются, да. Еще раз повторю, конечно, я очень хочу, чтобы мы выполняли все свои краевые обязательства, мы их будем выполнять. У нас будут дополнительные источники доходов, я думаю, на следующий год, не думаю, а знаю. И все обязательства мы выполним перед людьми. Об этом можно, я еще раз говорю, говорить, говорить, говорить. Что я хочу сказать? По поводу, допустим, экономики. Вот опять же, от чего, подождите, от чего у нас складывается с вами хорошая, как вы говорите, жизнь, достойная зарплаты, и следом у нас идет достойная, хорошая жизнь. По месту экономики, вот смотрите, один маленький пример. 400 миллионов собственных средств Ставропольский край вкладывает в этом году на агропромышленный комплекс Ставрополья. Это район села Ульяновка, Минераловский район, прям по трассе находится. Это была хорошая идея, если он, по-моему, или 10, но почему-то она заглохла. Сейчас 400 миллионов рублей бюджет Ставропольского края вкладывает. Мы там сделаем инфраструктуру, сети, вода, газ, электричество и так далее, и так далее. И там будут у нас с вами, смотрите, мясоперерабатывающий завод, у нас там будут мельницы, у нас там будет завод по заморозке кукурузы и прочих. Это самая переработка такая, так необходимая Ставропольскому. Конечно, Ставропольскому. У нас есть уже хорошие примеры, но есть небольшие. Опять же, опять благодаря, вот спасибо, что у нас такой губернатор. Это на самом деле, можете улыбаться, можете не улыбаться, что он очень активный, что он постоянно ездит и заставляет ездить нас, в том числе депутатов, просит, чтобы мы ездили везде, смотрели, где можно привлечь инвесторов, где можно привлечь какие-то государственные деньги, чтобы Ставропольский край у нас с вами развивался. Поэтому вот так вот. Александр Ильич, вы уже, в принципе, сколько начали говорить про бизнес, и ваша, в общем-то, партия говорит о том, что нужно всегда поддерживать предпринимателей. Вот группа российских предпринимателей обратилась к президенту не так давно с открытым письмом, в котором говорит, что вот вопреки договоренностям все равно, так или иначе, системно растут косвенные налоги, и что, ну, собственно говоря, это делает неконкурентным наш бизнес. Вот, во-первых, знаете, вы не знаете, если среди подписантов наши, ставропольские предприниматели, да, ну и вообще, на ваш взгляд, в нашем регионе, в нашем бюджете 2018 года, действительно отражены ли вот все те формы поддержки предпринимательства, которые необходимы? Вот смотрите, еще раз пробежит Ставропольского края. На залпы, да, параметры доходы 94 миллиарда 643 миллиона, расходы 93 миллиарда 606 миллионов, профицит у нас, опять же, слово беспрецедентный, 1 миллиард. Это надо четко понимать, мы все идем согласно указаниям президента Российской Федерации, и очень хорошо, что это у нас понимает губернатор Ставропольского края, дума Ставропольского края, что мы должны неукоснительно каждый год сокращать долг Ставропольского края. Но мы должны казнить, поэтому мы должны его сокращать, но не можем мы постоянно жить в долг. Это ничему хорошему на самом деле не приведет. Про бизнес, партия наша, да, подписанты по поводу того самого письма, который я вчера слышал в средствах массовой информации, это деловая Россия, опора Россия, да, торгово-промышленная палата. Я не знаю, подписывали руководители наших местных отделений или нет, я думаю, подписывали, если, конечно, они знали о существовании данного документа. Но там на самом деле, что президент у нас и правительство, и Дума Российской Федерации, и мы на своем уровне, естественно, в рамках, опять же, своих полномочий Думы Ставропольского края, мы, конечно же, декларируем и стараемся принимать законы, которые обличают жизнь малому и среднему бизнесу. Но об этом говорит и президент, и мы, и в том числе и наша партия, но не можем мы постоянно жить за счет нефтегазового сектора. Но на не поздно это закончится, да? Можно выходить на уровень цифровизации экономики, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Все, что из этого следует. Иначе мы можем остаться, несмотря на то, что у нас остался очень большой потенциал от Советского Союза, у нас развита хорошо оборонная промышленность, космическая и так далее, где мы впереди планеты всей. Это слава богу, да? Мы можем остаться, в конце концов, на обочине. Это ладно, мы-то с вами, вы-то еще молодой человек, я-то с поживу. Я хочу, чтобы вы, мои внуки, мои дети жили в великой стране, какой живем мы сейчас. Понимаете? А это все зависит в том числе и от экономики страны. В большей степени, я бы сказала. В большей степени, да. Вот вы меня поправляете, спасибо вам большое. Я, наверное, хотел не то сказать, но вы сказали. Вот, и поэтому там, наверное, все-таки речь идет о каких-то закамуфированных вещах, которые, на первый взгляд, были не видны, но бизнес это почувствовал. Это утилизационный сбор, например, понимаете? Ну, там многие вещи, которые, я думаю, президент и его команда, они оценят и дадут соответствующие распоряжения. У нас с вами Дума федеральная бюджет приняла в двух чтениях. В принципе, уже практически ничего изменить нельзя, там будут какие-то поправки. У нас, опять же, вы знаете, по-моему, на Старопольском крае вот в этом году уже малое и среднее предпринимательство вздохнуло, стало более-менее развиваться. У нас же пошли, самое страшное, у нас же пошли на убыль. У нас стали малые и средние предприниматели, я имею в виду, предприниматели стали закрываться в определенный момент, особенно связанное с кризисом. Мы же попали, я же говорю, в сложные международные экономические условия. Это, да, санкции, отсутствие возможности кредитования на Западе, это короткие деньги, длинные деньги, они очень под малым процентом даются. Это все сложилось. Но еще раз говорю, слава богу, вот видите, импортозамещение у нас практически получилось. В том числе и по сельскому хозяйству, где Старопольский край, без всяких кавычек, наверное, на первом, на втором месте стоит в стране. Мы получили урожай, вообще не виданный в истории Российской Федерации, 10 миллионов тонн практически зерновых. Кушать мы с вами и будем, как бы там не смеялись наши западные партнеры и так далее. У нас все будет хорошо. У нас есть что покушать, и вкусно. Поэтому вот смотрите, еще раз, я вот, как вы правильно, вы меня представляли как руководитель фракции «Справедливая Россия» в Старопольском крае, но я являюсь представителем регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Старопольском крае. Я как депутат, как представитель партии могу предложить некоторые вещи, которые, конечно же, они могут идти только как законодательная инициатива, а не на местном уровне, а на федеральном. Но на федеральном уровне, но это же даст определенные преференции экономические, финансовые всем регионам. Вот этих предложений, которые я сейчас озвучу, на самом деле, я их, наверное, обобщил и сформулировал. Они у всех на слуху, у всех на виду. Вот смотрите, например, мы предусматриваем пролонгацию, кстати, об этом тоже говорит президент Российской Федерации, губернатор наш, предусмотреть пролонгацию частичного списания бюджетных кредитов бюджетом регионов из федерального бюджета на частичное замещение коммерческих кредитов. У нас же получается, что сейчас, понимаете, самое страшное, о чем, опять же, губернатор беспокоится и не хочет в это дело влазить. Вот регионы сейчас берут кредиты, чтобы обслуживать кредиты, которые были, понимаете, о чем страшно, какое слово, мы обслуживаем, берем кредиты, чтобы не развиваться, а обслуживать те кредиты, которые мы брали раньше, платить за них проценты, понимаете, о чем? То есть мы не на развитие деньги берем, мы забираем деньги, которые могли пустить на производство. Это долговая яма, каждый человек, к сожалению, это понимает, на примере любого кредита. Поэтому сейчас самое главное для власти, для правительства края, в том числе для меня, как депутаты, людям правильно, публично объяснить, что такое профицитный бюджет, что нам нужно еще, ну, может быть, не то, что немножко подрать, уже лучше, я живу, лучше у нас, и города стали красивее, и села стали красивее, может быть, люди стали улыбчивые, ну, что нам нужно заканчивать, да, жить в долг, нам нужно жить посредством, это самая главная сейчас обязанность власти из Ставропольского края, и вообще всей Российской Федерации, перестать людей вводить в заблуждение, говорить всю правду. Я вот начал, да, предложение, смотрите, вот вы послушайте меня, пожалуйста, уважаемые телезрители, там интересные вещи. Зачислять отчисления в региональные бюджеты от НДС до 20%, это как вариант, от суммы НДС, собираемого в регионе. Зачислять в региональные бюджеты до 50% от суммы акцизов на автомобили и мотоциклы. Сейчас гораздо ниже, я так понимаю, процента, конечно. Да, да, четвертое. Зачислять в региональные бюджеты до 80% поступлений от водного налога. У нас была попытка в этом году Думы Ставропольского края, на самом деле, внести законную инициативу в Думу Федеральную, подписались там все фракции, это было проголосовано, но пока мы не встретили поддержки у федералов. Да, потому что надо понимать четко, что мы государство федеративное, то есть мы регионы, мы же должны содержать армию, силовые структуры, МЧС, правильно, бюджетников и так далее. То есть откуда эти все деньги брать в центру? Ну, конечно, из региона. Но мы все-таки считаем, что регионам нужно дать, ну, вздохнуть, вздохнуть. Вас поддерживают ваши коллеги в Думе края? Смотрите, зачислять в региональные бюджеты от 50% от суммы утилизационных сборов, о чем мы сейчас с вами говорили, о чем сейчас кричат все предприниматели, вплоть до президента хотят донести до него, что этого делать нельзя. Брать утилизационные сборы, есть примеры хорошие. У нас вот есть завод автоприцепов, не тот, который был раньше, а вот там сейчас он вновь возродился, там хорошие предприниматели, ребята молодые. Вот они, допустим, грубо говоря, ну, прицеп вместе с утилизационным сбором до этого времени, там, 500-600 тысяч рублей стоил. Сейчас заплатить утилизационный сбор, это, еще раз говорю, это метафора. Я имею в виду метафора цифра, которую я сейчас озвучиваю. Это будет стоить порядка миллиона рублей, а китайский прицеп, он стоит 500 тысяч рублей. Ну, из-за какой-то бизнес. Понимаете? Вы понимаете, о чем я сказал? Китайский прицеп будет 500 тысяч рублей стоить, а наш с утилизационным сбором миллион. Ну и все, что на этом делать? Конечно, будут покупать китайский. И отечественные производители загнутся. У нас самое главное, о чем я говорил, и говорю, и меня поддерживают, может быть, не публично, ну, практически все депутаты, что предприятия нужно регистрировать по месту их фактического размещения, чтобы они платили деньги, в нашем случае, в городе Ставрополь, в Ставропольском крае, там, где работают их заводы, где, может, они портят экологию, может, где-то они зарабатывают прибыль, чтобы здесь люди платили не только НДФ, их сотрудники, чтобы это было полноценный налог на прибыль, полноценный налог на имущество, и поехали, поехали, поехали. Это важная, я считаю, государственная задача. Но это, по моему мнению. И седьмое. Закрепить за бюджетами поселений, поселений маленьких, все налоги от малого бизнеса. И, может быть, последнее, если, конечно, я вас не утомил. Установить муниципальным образованием постоянные и стабильные источники доходов, которые не могут быть у них отняты ни при каких обстоятельствах. То есть дать развиваться городам, селам, районам, чтобы оттуда не уезжала молодежь, и чтобы мы жили с вами в процветающем, сильном государстве. Я всегда люблю, простите меня за мою большую длинную речь, может быть, немножко скучную для телезрителей. Нет, очень интересно. Мне главное так, как это возможно в реализации. Мы же сейчас ушли от скучных цифр, которые, ну, поверьте мне, на самом деле неинтересны народу. Мы же с вами начинали наш разговор о том, а как мы будем жить дальше. Но вот я попытался вам сегодня объяснить. Я очень хочу, чтобы мы жили не только в самой сильной стране, да? Не только в самой сильной, но и в самой счастливой. Успешной и финансово обеспеченной. Александр Сергеевич, ну, если позволите, я тоже вот вам еще пару вопросов задам про жилищно-коммунальный комплекс, который, в принципе, ваша партия, это ваша вообще тема. Интересно, мы пришли поговорить по бюджетам, потом мы с вами начали на ЖКХ, потом мы с вами перейдем на выборы, да? Это же все взаимосвязано. А на выборы мы будем переходить? Ну, я думаю, еще пока нет. Еще пока нет, да. В следующем году в свою практическую фазу переходит мусорная реформа, о которой много говорят, о которой вот... Ну, я даже вот не знаю, вот на ваш взгляд, чего ожидать вообще? Грозит это нашему и бюджету, и нашим жителям Ставропольского края? Смотрите, ваш покорный слуха. Кузьмин Александрович Геть возглавляет созданную по распоряжению председателя Думы Ставропольского края Губова Геннадия Владимировича так называемую экологическую комиссию. Мы выезжали, в том числе были представители вашей телекомпании. По некоторым... Давай назовемте их прямо свалка. Смотрели свалки под Светлоградом, в селе Донском. И посмотрели небольшой перерабатывающий, считаю, небольшой перерабатывающий мусорный завод. Это в хоторе Нижнерусском, Шпаковского района. У нас с вами сейчас идет широкомасштабная реформа в области переработки твердых бытовых отходов. Потому что я плотно занимаюсь этой проблемой. Ставропольский край попал в пилотный проект. Мы стали пилотным регионом. Мы обычно любим пилотные проекты Ставропольский край. Смелые. Да. И мы избрали себе оператора на западную, можно так назвать ее экономическую зону. Там у нас есть уже региональный оператор, который занимается перевозкой и переработкой в идеале. Переработкой твердых бытовых отходов. На совещаниях, в том числе в Совете Федерации, на первом съезде региональных операторов, которые занимаются твердыми бытовыми отходами, которыми я присутствовал. Такой небезызвестный замминистра ЖКХ Чибис, он, кстати, к нам приезжал в Ставрополь. Такой мужчина очень... Не раз. Да, мы тоже имели возможность общаться. Он занимается проблемами очень давно, очень интересный замминистра. Вот он пожелал нам успеха Ставропольскому краю. В каком плане? Говорит, вы, ребята, сели в автомобиль, у которого нет ни руля, ни газа, ни педали, ничего, и помчались на нем. Ну, я вам желаю выжить. Вот. Но это так, немножко отклонение от темы. Мусороперерабатывая, что самое главное? Хотелось бы, чтобы у нас было что-то похожее, как у наших западных партнеров, такие же хоть что-то будет похожее на перерабатывающие комплексы, которые стоят в Западной Европе, в Восточной Европе. Они причем это перерабатывают в полезные вещи. Да, еще что-то вот... И даже финансовую прибыль получают. Что-то похожее, что-то похожее, что-то похожее. Вот это они сделали. Экосити в Шпаковском районе. В Шпаковском районе они сделали. Он, правда, небольшой по мощности, но что-то похожее в этом есть. Но население-то интересует. Вы затронули тему населения. Интересуют тарифы, да, на самом деле. Я тут могу рассказывать про Экосити, какие угодно вам сказки, про региональных операторов. Надо понимать, что эта концессия, она очень прибыльная. Я не хочу считать никакие доходы ничьи. Дай бог всем развиваться, платить налоги, платить людям зарплату, чтобы все были жили. Это здоровые, счастливые и сытые. Надо составлять, понимать, составляющие, которые... Вот здесь 100%, 79-80% это вывоз прибыли. Это из 100%, 79-80% это вывоз мусора. Вот откуда берется прибыль у регионального оператора. А только 20% это переработка. Поэтому сейчас основные... Я надеюсь, что Экосити так не будет поступать. Основная сейчас идет... Собственно говоря, в тарифы тоже все выкладывается. Да, да, да. Все основная сейчас вот эта политика тарифообразования, чтобы привести ее в соответствии с тем, чтобы население не страдало. Ну, я хочу вам еще раз сказать, что вот, допустим, я как потребитель, ну, недавно я платил 90 рублей. Теперь смотрю, у меня платежка 110 рублей. Может быть, я что-то пропустил? Понимаете, с человека с носа на 110 рублей сейчас. Немало. Да, я слышал, что тарифы, я еще не знаю, был тариф на консистенкомиссии заседания, то ли сегодня, то ли завтра, то ли послезавтра. Там планируют, опять же, по неподтвержденным данным, что-то не на 200 рублей тариф увеличить. Заметно. Да, я хочу вам сказать еще раз по неподтвержденным данным. Если все-таки мы увеличим тарифы, пусть в области перевозки мусора, пусть там за оплату тепла, воды, газа, света, самая главная ответственность власти, это людям правильно объяснить. Люди. Вот вы понимаете, мы не хотим поживиться за за счет. Но иначе или иначе, как раньше, не получается у нас, чтобы по ночам там теневые какие-нибудь мусоросборки, не приезжали на тракторенки, не собирали все вот это, что мы вываливаем около дома и около многоэтажек, да, и не вывозили в соседний овраг. Ну, мы же пытаемся развиваться, как страна. Цивилизованная. Цивилизованная, да. Вот самая главная ответственность власти сейчас объяснить людям, из чего складывается тариф. Это стоит вот столько, это стоит вот столько. Нет, хотите, вот живите вот так вот, как вы живете. Ну, сейчас мы живем лучше, конечно. Живите, вот поэтому надо вот это все четко понимать. Я очень надеюсь, что будет принято очень разумное и правильно взвешенное решение. А власть должна людям всегда все объяснять. И правительство, и я в том числе, как депутат. Спасибо большое, Александр Сергеевич. Это, в частности, наша общая с вами задача, которую мы выполняем, ну, не ежедневно, но регулярно, это точно. Про ЖКХ можно еще дальше поговорить. Что у нас там? Про регионального оператора, можете спросить у меня в области капремонта. В области капремонта, да. У нас заканчивается эфирное время, Александр Сергеевич. Хотя по капремонту, конечно, вопросов всегда много и хочется задавать. И давайте я предлагаю вам запланировать в ближайшее время и по капремонту поговорить отдельно. Александр Сергеевич, спасибо большое, что вы к нам сегодня пришли. Уважаемые телезрители, формирование бюджета мы сегодня обсуждали с Александром Кузьминым, заместителем председателя Думы Ставропольского края, руководителем фракции «Справедливая Россия» в Думе края. Спасибо, Александр Сергеевич, плодотворные работы вообще, и в частности, над бюджетом Ставропольского края. Уважаемые телезрители, оставайтесь на своем ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова